Многие, наверное, слышали о таком молодежном движении, как скаутинг. 1 октября отметили свое 20-летие скауты таллинского отряда «ЕЖИ». Организовывать отряд было довольно-таки очень легко. Сразу появились ребята, которые желали ходить в походы и узнать что-то новое. И на первом занятии пришло 8 ребят. Не прошло и месяца, нас было уже 20-30 ребят. И с первых дней отряд очень большой. У нас в отряде на сегодняшний день 70 детей. Нет, у нас не закрытый отряд. К нам приходят ребята из разных школ. Все, кто желают заниматься скаутингом, кому это интересно, из разных школ города Таллина. Не только даже района Лас-Намяя. К нам приезжали ребята из Мяннику, к нам ездили ребята из Кабернэма. То есть главное желание. На самом деле у нас в этом году был создан патруль «Волчат». И патруль был создан уже из наших старших скаутов, привели своих младших детей. И вот эти младшие дети мы так и называем «Вип-патруль «Волчат». Вот небольшой 6 человек, но вот уже наших же собственных скаутов. И очень приятно, что ребята, которые пришли в первый год отряда, во второй год отряда, по 15 лет, они занимаются до сих пор скаутингом. Они помогают нам, они ездят к нам в лагеря, они есть в поездке. Они нам финансово помогают. Это наши спонсоры, потому что они сами когда-то были детьми, сами были в лагерях, и они очень хорошо знают, что как нужна их старшая помощь и поддержка для остальных ребят. И родители. Большое спасибо тем родителям, которые действительно тоже поддержат наше движение. Они и в лагерь с нами поют, и в поход пойдут, они и работы какие-то по мастерству сделают, они занятия вместе со мной проводят. То есть это просто действительно большая и хорошая скаутская семья. Задача скаутского метода воспитания – вырастить честных граждан своей страны, научить скаутов уважать окружающих, а также беречь природу. Ой, ну я бы сказала, что скаут обязательно должен быть готов ко всему. Если он готов ко всему, у него все обязательно получится. Ну и с чувством юмора хорошо. Наивысшая из наград, Знаешь, что есть на земле твой отряд, Но об этом не говорят, Просто смотрят в лица ребят. «Ни дня без добрых дел» – один из скаутских девизов. Приятно осознавать, что такое движение развито во всем мире. Эстония не стала исключением. Скаутинг в Эстонии живет и процветает. Для меня это все было немножко странно. Я пришла сюда с подружкой, с моей одноклассницей. Мы занимались, нас учили вязать узлы, Нам показывали разные виды костров. Все это проходило в школе и было довольно-таки странно. Но когда наступило лето, и мы начали ездить в лагеря, Вот тогда я поняла, вот для чего все это было. Для чего мы изучали все премудрости, Следы животных, Различные виды установления палаток и так далее. Порядка полторы тысячи скаутов зарегистрированы на территории нашей страны. И все они принимают активное участие в жизни эстонского скаутского движения. В этом классе, наверное, был 96-97 год. Мы первый раз собрались, что-то начали изучать. Потом у нас было посвящение. И пошло-поехало. Каждую субботу мы собирались, Организовали какие-то мероприятия, Участвовали во всеэстонских скаутских мероприятиях. Меня, как немножко говорящие по-эстонски, Отправляли на всякие мероприятия для лидеров. Это был хороший повод общения. Первый большой лагерь у нас был в Котка, Потом в Айгведу. Прекрасно, 20 лет. Так приятно видеть скаутов, Которые же со своими детьми приходят сюда. Просто чудесно. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЮТСЯ